рассмотрим как мы конфигурировать будем в ланы для чего используются в ланы дело в том что по умолчанию у нас может быть одно пространство ethernet 1 домен коллизий и если мы хотим разбить нашу сеть на несколько групп на несколько подсетей то нам нужно разбивать это на уровне айпи стать маршрутизатор маршрутизировать между всеми этими частями маршрутизатор во-первых дороже коммутатор во вторых скоростью меньше поэтому очень удобной технологией разбиение административно разбиение сети являются в ланы итак разнесение в разные подсети это самый простейший способ который самыми тупыми коммутаторами будет работать но при этом мы нагрузку даем на маршрутизаторе разбиение сети на вланы разбиение административно разбиение переходит на коммутаторы для того чтобы могли различать на уровне ethernet разные подсети мы просто усложним кадр ethernet а здесь у нас кадр ethernet а второй как вы помните есть несколько кадров ethernet а скажем linux использует ethernet 2 это самый такой классический кадр ethernet а вот у нас хедер источник получатель тип данных которые идут сами данные и чек сумма мы расширим вставим маленький кусочек это будет в лановский так соответственно что он имеет он приоритет протокол протокол поскольку у нас 802 1 q то протокол фиксированный приоритет 3 бита это не часто используется идентификатор колонического формата и идентификатор влан собственно идентификатор влан это то что нам и нужно здесь мы в насти битах и запишем номер влан соответственно 12 бит это 2 в 12 4 96 4096 вланов таким образом у нас может на коммутаторе на порту ходить или тегированные кадры или не тегированные соответственно парты он тагет не тегированный или lagi тегированные fees тыска это называют xs порт когда не тигиранный порк и транковский порт когда тегированный порт соответственно мы должны сконфигурировать пар ты так как что они или считают что тут не тигään э depac Dead 무대 гонят обычный Ethernet либо как-то разбирают это так обычно хосты не понимают тегированный или не тегированный ну в Linux это просто мы можем настроить ну фактически это станет тогда хост ваш маршрутизатором в Vind нужно поставить драйвер профессиональный, который понимает тегированные и не тегированные кадры ну настройка простейшая различается настройка для коммутаторов и для маршрутизаторов коммутаторах проще поскольку у нас они работают на уровне Ethernet у нас там уже зашита идеология в LAN соответственно мы генерим новый в LAN записываем ну если у вас VTP настроено то вы можете с центрального хоста список в LAN раскидывать с центрального коммутатора на все остальные коммутаторы но если нет вот вы так задаете в LAN описывайте имя в LAN имя в LAN только для вас чтобы вы понимали что это такое можете не писать но через некоторое время запутаетесь во всех ваших в LAN в данном дальше у нас access порт description опять же для порядка чтобы потом просматривая конфиг понимали к чему каждый порт относится переключаем с помощью команды switchport параметры порта switchport modaccess это у нас включается access порт не тегированный порт ну и поскольку у нас порт не тегированный он должен понимать только один в LAN мы ставим какой в LAN у этого порта соответственно когда у нас приходит тегированный кадр и его нужно направить на определенный в LAN мы тег откидываем коммутатор его откидывает и направляет пакет на порт с нужным в LAN таким образом мы как бы внутри логически разбили один коммутатор на несколько коммутаторов ну и вот пример вводим интерфейс описываем и задаем скажем второй в LAN первый в LAN считается дефолтным в LAN но его не рекомендуют использовать поэтому на него мы просто не обращаем внимания ну естественно мы можем интерфейс настраивать группами скажем если у вас на коммутаторе дисплейный класс подключается лаборатория подключается у всех одинаковый идентификатор в LAN мы задаем не интерфейсом а интерфейс range соответственно группу интерфейсов вот тут от 6 до 10 и точно так же порт access и какой-то в LAN соответственно это будет набор интерфейсов мы сразу несколько интерфейсов нужный в LAN нужные параметры установим транковый порт идеологически точно так же настраивается мы задаем порт свитч портом задаем тип что он транковый плюс к этому мы можем задать разрешенные в LAN а то есть вот устроить дополнительную безопасность это дополнительная безопасность уменьшит ваше удобство но в принципе мы можем ограничить в LAN которые могут ходить по данному транковому порту ну и пример собственно как это все делается маршрутизаторы настраиваются идеологически по другому суть такая если у нас в коммутаторе у нас порты второго уровня у нас там исходно в LAN как бы является имманентной структурой то в коммутаторе маршрутизаторы у нас порты третьего уровня поэтому мы не можем на каждый интерфейс повесить несколько вланов выходит из этой проблемы следующим образом вешают на интерфейс альясы или под интерфейсы ну вот мы задаем интерфейс поднимаем его потому что мы будем на него под интерфейсы создавать и делаем под интерфейсы на самом деле вот настройка с влан намбер это для порядка тут можно любые цифры писать при большом желании потому что конфигурация собственно влана задается с помощью команды encapsulation то есть мы задаем какую encapsulation ну по умолчанию мы тут задаем dot1q то есть 802.1q на самом деле есть цисковская encapsulation своя но это у тех у кого сети на чистой циской и чтобы другое оборудование не работало ну и естественно это еще раз у нас третьего уровня интерфейс мы на него вешаем естественно ip адрес таким образом мы получили под интерфейс третьего уровня явно указана энкапсуляция и явно повешен ip адрес и таким образом мы сконфигурили и на коммутаторах и на маршрутизаторах в лановский интерфейс принадлежат мутаторах